Какой бы я ни был, сколько во мне крови, но я русский, я так себя считаю. И в моей душе русская идея, русская идея, она очень простая. Объединение всего мира в единую дружную семью. И сейчас технологически это можно легко сделать. И Россия, показав пример нового собственного бытия внутри страны, покажет совершенно новую модель. Модель справедливую, где каждый человек найдет свое место, найдет способ реализовать все свои таланты. Он сможет максимальным образом не только прожить жизнь интересную, яркую, полную деятельности в больших коллективах, в большой семье народов. Но и уходя, неся информационный след, никогда не умрет, а останется в этой системе продолжать дальше работать. Это еще был такой Николай Федорович Федоров, русский космист, философ и ученый. Он это все предвидел. Ну, прекрасно. То есть, правильно ли я понимаю, к тому идейному блоку, к тому идейному модулю, который вы сейчас проповедуете, которого вы сейчас пытаетесь как-то развивать, вы пришли благодаря идеям Николая Федоровича Федорова. Ну, прекрасно. Как известно, в Москве есть целый семинар, который посвящен Федорову. Занимается им Анастасия Георгиевна Гачева. Ну, вот, собственно, расскажите, как вы вышли на этот семинар? Я не участвовал ни в этом семинаре. Я знаю философию Николая Федоровича Федорова, но он как бы не один родоначальник этой идеи. Еще есть Достоевский, Толстой и Федоров. Вот три столпа. Все те организации, кружки, семинары, которые популяризируют этого забытого пророка, это все замечательно. Я же работаю над будущее. Дорогие, уважаемые зрители, мы воспроизвели для вас специально самый интересный отрывок из недавно взятого интервью у Александра Федоровича Серегина Кастро, внебрачного потомка знаменитого кубинского генерального секретаря коммунистической партии Кубы. Мы специально постарались для вас его воспроизвести, чтобы ясно, четко показать, что то интервью имело одно в известной степени комичную компоненту. Эта комичная компонента заключалась в том, что ваш покорный слога на полном серьезе хотел проговорить по Кубу, про его генсек, о революте, его небанальном детстве. В это в известной степени получилось, в это в известной степени не получилось, но одна удивительная особенность. Достаточно быстро Александр Федорович перевел разговор на тему русского космизма. Ваш покорный слога, как интервьюирующий его, к этому был как-то не очень готов, поэтому и по итогам обзора этого интервью, по итогам откликов на это интервью, один из его сопартийцев, один из его соратников, по такому достаточно интересному политическому объединению, как Русская партия Латвии, сказал совершенно четко, тема русского космизма не раскрыта. Ну, она, в общем-то, и не могла быть была раскрыта по итогам того интервью, которое бралось два месяца назад, о котором мы говорили. Ну, и сейчас, договоренность с Александром Федоровичем, ваш покорный слога попытается немножечко картину обрисовать, что же там такое русский космизм, какие у него создалось впечатления об этом замечательном и небанальном, но, тем не менее, весьма популярном, весьма значимом течении под названием русский космизм. Это течение, которое исторически зародилось сперва в такой известной дворянской семье, как дворянская семья Гагарина. Там был Павел Иванович Гагарин, у которого был небрачный сын, Коля Федоров, и вот Николай Федорович Федоров, который родился в Тамбовской губернии, учился в Коле, в Одессе, в других городах, и который в итоге больше, наиболее значимый час своей жизни просто работал в библиотекаре в Российской государственной библиотеке. Время от времени издавал отдельные научные труды. Время от времени проводил беседы. Он был человеком предельно скромным, предельно аскетичным, предельно добротушным и крайне редко печатался как философ, поэтому в основном его труды были изданы после его смерти, но тем не менее, ему удалось познакомиться с молодым Константином Эдуардовичем Циолковским и в известной степени передать ему некий информационный блог, который избыли, например, на следующем образом, что Земля является колыбелью целью человечества. А вот вся, вся мировая вселенная, весь мировой космос, он может стать местом обитания всего человечества. Все зависит от того, насколько человечество сообразится. И менталитет человечества нельзя ограничивать одной землей. И именно поэтому, именно по той причине, что именно вопрос космоса встал в этом философском течении по гладе угла, именно поэтому это течение обрело название «Русский космос». Сейчас его можно сполна считать течением, которое находится на стыке науки, религии и политики. Действительно, это то течение, которое поставило перед собой целью изобразить то, что позже, в конце XX века, все население России начнет называть национальной идеей России. То есть той идеей России, к которой может стремиться большинство. То есть это идея и всеобщего счастья, и всеобщего благоденствия, и всеобщего согласия, и всеобщая технократическая грамота. Здесь можно придумать всё, что угодно. Это течение несколько отличное от мейнстрима российского православия. Именно поэтому кое-кто это течение считает течением сектантским. С одной стороны. С другой стороны, что касается научных кругов, сугубо научных кругов, сугубо российской научной сферы, это учение, конечно, нельзя назвать стопроцентно научным. Всё-таки это скорее течение духовное, чем научное, хотя, безусловно, научная компания-то есть. И когда в 20 веке всё больше и чаще, всё больше и всё чаще ставился вопрос о синтезе различных науч, синтезе различных учений, и начало оформляться, начало зарождаться хотя бы на уровне концептуальных проработок такого движения, как трансгуманизм, русский космизм весьма и весьма пришёлся им по двору, о чём был доклад известной деятельности российского трансгуманистического движения Валерия Викторовна Прайд, она один раз прочла в 2009 году, который был реально один раз напечатан в сборнике одной из конференций памяти Константина Эдуардовича Царуковского. Философы-систематизаторы русский космизм перечисляют к так называемым холистическим учениям от слова холизм, то есть это те учения, в которых некое единое целое не разбивается на некоторые частные мелочи, в отличие от редукционистских философских течений, в отличие от редукционизма. И в этом, в общем-то, просматривается одна из общественно-гражданских, политических компонент русского космизма. И что касается дальнейшего развития именно космической идеи, то здесь, конечно же, можно упомянуть, что вслед за Царуковским выпал на поверхность такое имя, как имя Сергея Павловича Королёва, и что удивительно, после Сергея Павловича Королёва, что удивительно, открыл ещё одно имя, ещё одну значимую звезду мирового масштаба по фамилии Гагарин. И, как абсолютно правильно акцентирует внимание, лидер русской партии Латвии Игорь Тимофеев, как раз русский космизм прошёл свой триумфальный путь от Гагарина, то есть от одного Гагарина, от Павла Ивановича Гагарина, в середине 19 века, до Юрия Алексеевича Гагарина, в середине 20 века, тем самым воплотив извеченную мечту передового отряда российских мыслителей. Что касается философского состава, то, конечно же, для русского космизма характерен экуменизм, характерно очень большое тематическое разнообразие, но я ещё раз хочу сказать, что у нас в Москве в библиотеке относительно недалеко от метро Беляева на улице Профсоюзной собирают свой научный семинар как раз по тени русского космизма, который, хочется подчеркнуть, поднимает знамя духовного объединения русского народа. Хочется верить, что тема раскрыта, хочется верить, что мы можем, мы можем эту лекцию отнести, мы можем эту лекцию, этот наш небольшой доклад, поставить в плейлист достижений российской междисциплинарной естественно-научной школы. Почему? Потому что как раз русский космизм по-своему, очень оригинально, но тем не менее он демонстрирует принцип экуменизма и междисциплинарности. Не забываем лайкать, не забываем подписываться на канал. Большое спасибо.